Ну давайте начнем, это в том числе и. Есть такая универсальная условно формула, которая работает для всего. Единственное, у меня к вам огромная просьба, вы включайтесь. Я буду рассказывать, вы включайтесь, а потом любую ситуацию разберем согласно. Значит, есть некое событие. В жизни любое, неважно какое. Это событие всегда конструируется, основывается на эмоциях. Условно, я захотела кушать, значит, мне нужно подняться, пойти сходить, купить хлеба, намазать его маслом и скушать. Значит, моя эмоция голода, ощущение голода, оно всегда будет провоцировать меня идти в магазин. Но эмоции формируются согласно нашему мировоззрению. Это привычки, сценарии, убеждения. И самое главное, чужое мнение. Я сейчас буду рассказывать, как это происходит. Условно, здесь возникает определенная проблема, о которой вы только что озвучивали. Значит, эту проблему, как вы ее определяете, эта проблема, значит, она всегда окрашена отрицательными эмоциями. Это ваше принятое решение на основании ощущений, что вам некомфортно. Понимаете, о чем разговор? Это второй слой тонкого восприятия, когда эмоция постоянно как реакция, как крючочек. Условно, захожу в седьмой континент, там сидит гастарбайтер за кассой, и у меня состояние эффекта. Хотя седьмой континент к гастарбайтеру очень разные понятия, да? Но у меня отторжение идет к самому магазину. Понимаете, о чем говорю? Это вторично все-таки. Первично это когда работает вот здесь убеждение отрицательное. Когда мама считает, что я имею право, я знаю как, я вижу как. Но если посмотреть вот сюда глубже, то убеждение, как правило, заложено у нас в детстве. На основании тех же ограничений. И мы безусловно повторяем одну и ту же модель. Одни и те же ограничения. Если мужчины в моем понимании не очень доразвиты, то я всегда на уровне эмоций буду включать внимание на их недоразвитость. И когда мужчина ко мне подходит, поверьте, в ситуации знакомства я всегда найду проблему. Чтобы эти ситуации из жизни ушли, нужно не на эмоции обращать им они, а вот обычно, когда что-то не получается, возникает такое щемящее чувство. И следом идет подтверждение. Ну, я так и знала. Вот это я так и знала. Нужно очень четко для себя сформулировать и проговаривать. Вот давайте любую ситуацию, кто готов, разберем для того, чтобы вы наглядно понимали, как это работает. Как только, условно, да, там в Библии все там просветленные, осветленные пишут такую вещь, что наши враги и наши болезни, да, это лучше наши учителя. Вот болезнь и враг, он четко проецирует подсознательную нерешенную задачу, ситуацию или событие, которое имеет место быть. Есть такая история, когда повторяющийся сценарий у человека. Бесконечно одно и то же, одно и то же. Лица разные, а кино одно и то же. Опять пришел, опять переспал, опять ушел. Опять пришел, опять денег взял, опять не отдал. Опять я решила, что-то сделала и опять меня обманули. Вот за этими всеми событийными проблемными ситуациями присутствует какое-то очень жесткое, не всегда осознаваемое внутреннее убеждение. Как правило с детства, как правило чужое, как правило выработанное таким дрессировочным вариантом. Когда я туда на другую сторону не хожу, условно, когда человек жадный, он жадный не потому, что он боится отдать, а потому что он уверен там внутри глубоко, что ему больше не дадут. Вот если за вашу дочь убрать. Вы сейчас вырабатываете в ней, что для нее очень затратно условно танцевать за яблоко, а проще агрессивно это яблоко забрать. Потому что танец в ее понимании физически затратен и по времени долго, нежели чем подойдет и сказать, не дам. И тогда у нее идет подтверждение, я могу, но самое главное подтверждение, что надо брать все силой. И вот так пойдет по жизни. А родители, в свою очередь, из благих намерений, исполняя мы по отношению к детям, к своим, не закончили ситуации. Знаете, такой классика жанра. Муж с женой на Новый год купили ребенку железную дорогу, и сядет, говорит, слушай, муж сидит жене, говорит, слушай, ну так классно, я всю жизнь мечтала об этой железной дороге. Это вообще потряс, это так, вот она кружится, сын выходит, говорит, иди, сынок, подарок бери. Он говорит, я же просил трансформер, там что-то, он говорит, слушай, ну что ты такой недоразвитый, это самая классная игрушка. Потом жена говорит, это ты дурак, это ты такой, все развод, девичья фамилия. Но основа, когда муж-то остается один, он понимает, что его папа, как он его не просил, он так и не купил ему эту железную дорогу. И он пошел, проекция на своего сына. И пока он сыночка-то не добил, он же с него не слез с живого. А сыночек точно взял, что мои мечты не сбыточны. Потому что уровень от родительской зависимости, он, ну, стопроцентный. Мама показывает мир. Это закон. Папа, сыну показывает физическую силу, я могу. Мир ответственности, забота, понимание и абсолютное разумное принятие любой ситуации. Мама – это мировоззрение, это коммуникации, это состояние уравновешенности. Тогда, когда ситуацию он принимает, просто зашел, говорит, здрасте. И не эмоционирует. Когда мама приходит, и у нее обычное состояние, это тревоги, так, все построились, я не поняла, почему тут все никто. Подожди, что ты делаешь? Почему не делаешь? Почему полы не помогла? Почему это не сделала? Мама такая у нас тревожная. Это тревожное состояние, которое формируется вот с этих двух комплектующих, оно присутствует по жизни. Кто готов? Порассуждать. Порассуждать, да, из расчета того, почему моя проблема, на основании чего? На основании чего? Отсюда. Что является посылом? Если раскручивать снизу вверх, сначала задачка, потом эмоция, которую она формирует, а потом убеждение, которое спускает эту эмоцию, для того, чтобы я увидела эту ситуацию, абсолютно в нужной форме. Единственное предупреждение, что мир, он нейтрален. И задачка только во мне. Не он плохой такой, секуэ такой, а я почему формирую событийность, вот данная задача такой. Просмышляйте. Продолжение следует...